МЕРОССИЯ СЕГОДНЯ 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 Уважаемые коллеги, уважаемые участники пресс-конференции, добрый день, рада всех приветствовать. Отдельно хочу поблагодарить за предоставленную площадку МЕРОССИЯ сегодня. Мы уже в очередной раз, четвертый раз представляем рейтинг медийной активности высших учебных заведений. Хочу сказать, что это не просто рейтинг ради рейтинга. Это прежде всего отражение образовательной, научной и социальной жизни российских университетов. В ежедневном режиме команда Министерства науки и высшего образования в режиме онлайн наблюдает за каждым университетом, как и чем он живет, какие основные события случаются внутри университета и за его рамками, как преподаватели, студенты участвуют в жизни своего альмаматора. Я хочу сказать, что это самый независимый рейтинг, где для нас важна динамика, для нас важно движение каждого университета и качество контента, который отражает реальную политику руководства университета, ту политику, которую защищают перед Министерством в программах развития. И мы хотели бы видеть ее отражение для всего нашего общества в нашей стране. Впервые рейтинг был заявлен в августе на креативной неделе. За предыдущий месяц мы посмотрели первые итоги. 219 университетов приняли участие в этом рейтинге. Это вузы подведомственные Министерству науки и высшего образования. И это очень важно. Сегодня прошло 4 месяца, и мы вместе с вами готовы посмотреть динамику, готовы посмотреть результаты и сделать первые выводы на основании этого рейтинга. Но перед тем, как перейти к результатам за прошлый месяц, отмечу, что такую независимую оценку медиа-активности своих университетов хотят видеть и другие вузы подведомственные, другим ведомствам. Мы получаем такие запросы, мы очень внимательно рассуждаем на эту тему и приняли решение с 1 января 2022 года смотреть вузы по отраслям. Мы опубликуем 15 февраля уже рейтинг по вузам Министерства здравоохранения. Их у нас на данный момент 47 университетов. Министерство культуры, 45 университетов, посмотрим. Министерство просвещения, 33 вуза. Министерство спорта, 14 университетов. И Министерство сельского хозяйства, 54 вуза. Мы также выделим в отдельный отраслевой рейтинг. Помимо этого, у нас есть правительственные вузы, от которых мы также получили запросы. И выделим в отдельную категорию, посмотрим наши очень активные в медийном пространстве и правительственные вузы. Но сейчас мы пересматриваем также показатели эффективности ректоров. И данный рейтинг войдет в показатели эффективности ректоров подведомственных учреждений Министерства науки и высшего образования с 1 января 2022 года. Начнем с первого слайда. У нас определилась десятка, топ-10 вузов медийной активности по общему рейтингу. Следующие университеты. Первая тройка. Российский университет имени Плеханова. И сегодня, да, впервые на первом месте. На второе место вышел Уральский федеральный университет имени первого президента Бориса Ельцина. И на третьем месте Пермский государственный национальный исследовательский университет. Он сегодня тоже с нами расскажет свой кейс. Что интересно, впервые в десятке появился Белгородский государственный национальный исследовательский университет. За 4 месяца основной упор был направлен на работу с сайтом. И мы видим высокие показатели по сайту Белгородского государственного университета. Что не может не радовать. Десятка вузов по социальным медиа. Сразу же после пресс-конференции на сайте Миноборнауки будет опубликован полный список. И каждый университет может посмотреть свои баллы и свое место. Но еще раз повторю, нам не так важно место в рейтинге, как важна динамика движения. И мы смотрим от месяца к месяцу, как вуз работает со своими пользователями. Уральский федеральный университет на первом месте по работе с социальными сетями. Оценивается работа со всеми социальными медиа. Каждая социальная сеть вносит свой вклад в итоговый рейтинг. Самый большой индекс – это у социальной сети ВКонтакте. Она является самой популярной сетью у молодежи. И мы видим там очень много активности. Еще раз повторю, и мы говорили об этом ранее, все социальные аккаунты подтверждены вузами. И в каждой социальной сети отражается один официальный аккаунт университета. На втором месте – Российский университет дружбы народов по социальным медиа. На третьем месте – Московский государственный технический университет имени Баумана. Все индексы социальной активности вы видите на слайде. И подробнее мы сегодня остановимся на социальных медиа. Топ-10 по индексу сайта. При расчете у нас учитывается количество посетителей каждого сайта вуза. У нас среднее время, проведенное на сайте. Мы видим, как долго пользователи проводят на сайте, интересен ли им данный контент. Либо они отказываются и уходят сразу. Показатель отказов точно так же мы учитываем. Данный рейтинг составлен уже из расчета, который собран за предыдущий месяц. Если ранее мы смотрели за два месяца назад, то сейчас это полноценные данные за октябрь. У нас на первом месте по индексу сайта Томский государственный университет. На втором месте мы уже упоминали Белгородский государственный национальный университет. Можно обратиться в пресс-службу Белгородского университета, чтобы они поделились опытом. Может быть, даже запланировать отдельный мастер-класс. И они расскажут о своих секретах работы с сайтом. И топ-10 индекса масс-медиа – работа со средствами массовой информации. При расчете у нас учитывается количество публикаций, охват публикаций, в том числе телевизионные средства массовой информации. Мы видим, сколько сюжетов вышло, сколько упоминаний в общих сюжетах в ВУЗах было, сколько на федеральных СМИ, сколько региональных СМИ, количество публикаций на сайте и в соцсетях Министерства науки и высшего образования. Мы знаем, что были разные суждения по поводу этого критерия, который входит в этот рейтинг. И хочу обратить внимание, что Министерство науки и высшего образования ведет ряд ключевых федеральных проектов. И попадание на ленты Министерства означает, что ВУЗ проводит центральную политику и участвует в ключевых федеральных проектах. Просто ради хорошего контента попасть на ленты Министерства не получится. Нужно учитывать ряд критериев. Перечисленные метрики позволяют оценить эффективность работы со средствами массовой информации с точки зрения качества материала и его распространения. На первом месте мы видим Российский экономический университет имени Плеханова. Очень хорошо работают со СМИ, журналисты часто обращаются в этот университет за комментариями экспертов, знают экспертов в этом университете. На втором месте Пермский государственный университет. И на третьем Московский физико-технический институт. Если мы посмотрим динамику присутствия университетов в медийном пространстве за 4 месяца, то увидим, что у нас появилось новых 157 аккаунтов, официальных аккаунтов вузов. Больше всего у нас появилось аккаунтов в ТикТоке. Вузы начали работать с одной из своих центральных аудиторий. Это абитуриенты, студенты, совсем маленькие еще абитуриенты будущие. И 43 аккаунта в ТикТоке у нас у российских университетов появилось. Далее хороший рост у нас в социальной сети «Одноклассники». Мы видим, что также она пользуется популярностью и не только у взрослого населения, как оказывается, но и у молодежной аудитории в разных регионах. Не во всех регионах, но те вузы, которые это отметили, они создали дополнительные аккаунты в «Одноклассниках». Дальше мы видим, что ВКонтакте еще не у всех были аккаунты, но сейчас уже 217 из 219 университетов отсмотренных имеют свои аккаунты во ВКонтакте. Также популярна сеть «Инстаграм». Не так много университетов осталось, которые не имеют своей сетки в «Инстаграме». И еще есть куда стремиться у нас по «Телеграмму» и по «Твиттеру». «Твиттер» такая очень интересная сеть. Она раньше была на пике, потом интерес к ней упал. Все знают, по каким причинам. Но сейчас любители коротких, быстрых сообщений все-таки обращаются к этой сети. Если мы посмотрим на общую картинку по цифрам, то мы видим, что увеличивается количество подписчиков. Но подписчики у нас никогда просто так не увеличиваются. Как только мы начинаем работать с контентом, и мы видим это, так у нас происходит новая реакция. Увеличивается количество просмотров. Особенно реакция по лайкам видна, значит и подписчики у нас добавляются. Теперь предметно проанализируем каждую социальную сеть. Это полезно смотреть на себя со стороны. Это общие сводные данные по сфере науки и высшего образования. У нас на 27% увеличились просмотры. Не такой большой рост по подписчикам. Сеть такая уже распространенная, подписчиков довольно много. Поэтому не такой большой рост. Но мы видим, что очень хорошая реакция пошла, потому что добавляется и оживляется контент. Это видно и по репостам на 92% увеличилась реакция, и по лайкам на 42% в данной сети. Телеграм. Развивающаяся сетка. Если для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска это распространенная сеть, то для других регионов она только начинает набирать популярность, добавляются новые аккаунты. И мы видим, что здесь в основные федеральные сетки добавляются просмотры, появляются новые подписчики, появляются репосты, и вузы очень серьезно начинают работу в Телеграм-сети. Тикток. Как я уже замечала, тут беспрецедентный рост. Это отражается на лайках и на комментариях. Если мы раньше имели 80 тысяч лайков, то сейчас мы имеем миллион триста. Это существенный рост, и мы видим благодарную аудиторию в данной сети. Поэтому потенциал для сети большой. Не все еще научились работать с визуальным контентом, с подачей. Бывают разные ситуации, но мы предметно наблюдаем. По Фейсбуку. Совсем небольшой рост. В основном целевая аудитория – это профессорско-преподавательский состав. Это ученые наши, которые занимаются такой наукой без границ, которые состоят в международных коллаборациях. И для них Фейсбук – больше такая помощь в работе. Студенты все-таки у нас находятся в ВКонтакте и в других социальных сетях. По Твиттеру я уже комментировала, что быстрые сообщения, очень короткие, интересные людям. Твиттер установлен у многих пользователей и пользуется спросом. Не все еще университеты обращают внимание на это, но есть куда нам стремиться. Инстаграм – популярная сеть. Давно-давно она уже у всех на мобильных устройствах. И все уже освоили эту сеть и работу с ней. Поэтому даже тот рост, который мы наблюдаем, он очень нас радует. По социальной сети YouTube. Мы уже говорили, что с нового года, с 2022-го, мы будем смотреть платформу еще и Рутуб, на платформу отечественного производства. И очень внимательно мы следим, как вузы работают с визуальным контентом. Но, несмотря на то, что подписчики добавляются, количество просмотров падает. И хотелось бы обратить внимание университетов на работу с визуальным контентом. Здесь аудитория особая, с большими уже насмотренностью. И здесь, конечно, нужно смотреть, какие люди у вас в структуре пресс-служб, как они работают с визуальным контентом. Социальная сеть Одноклассники, с каждым месяцем мы наблюдаем интерес к ней. И появляется новый аккаунт, мы видим, что он пользуется популярностью, пользуется спросом. Поэтому не нужно забывать про эту сеть и недооценивать ее. С ней работать при правильном подходе, можно получить очень неожиданные результаты. Работа со средствами массовой информации. Мы видим, что у нас почти на миллион увеличился охват посредством массовой информации. Да, у нас год науки и технологии. Больше стали писать про науку, про образование. Раз появляется новый контент, появляются и новые пользователи. Мы видим, что на 34 тысячи больше статей. Предлагаем рассмотреть несколько примеров, которые отражают работу университетов. Московский государственный технический университет имени Баумана использует собственный уникальный визуальный контент в социальной сети ВКонтакте. Мы видим у них рост и по подписчикам на 6%, и по просмотрам на 43%, и по реакции аудитории. Администрация ВУЗа модерирует комментарии, заводит собственные акции и спецпроекты. И кому интересно, конечно, можно зайти в официальный аккаунт социальной сети ВКонтакте университета и какие-то интересные кейсы отметить и использовать в своей работе. Показатель эффективности Московского политехнического университета в Телеграме. Мы видим, что они пересмотрели политику серьезно, скоординировали контент. Да, у них стало меньше материалов, но, несмотря на это, у них рост и по подписчикам больше, чем на 51%, и по просмотрам, и по реакции аудитории. Они ввели опросы, конкурсы, голосование, рубрикатор, дайджест. У них присутствует индивидуальный креативный визуальный стиль. Все это отразилось на качестве и количестве пользователей. Южный федеральный университет. Посмотрим показатель эффективности работы ВУЗа в Инстаграме. У них очень качественный контент. Они также вводят разные инструменты для привлечения своей аудитории, публикуют развлекательный контент, помимо официального, и у них идет увеличение по всем параметрам в Инстаграме. Если мы такую общую сводку сделаем и посмотрим по информационное поле Российской Федерации по запросу наука и образования, то увидим количество публикаций в средствах массовой информации. Значительно выросла и статистика по социальным сетям. Здесь выборка была по ключевым словам наука и образование. Если посмотреть отдельно наука, отдельное образование, мы даже больше показателей увидим по этим направлениям. В заключении я хочу сказать, что маркетологи крупных корпораций пользуются всем известной, и политтехнологи тоже всем известной фразой, что если вы делаете несчастным клиента в реальной жизни, то он расскажет шести друзьям, а если вы делаете несчастным кого-то в интернете, то об этом узнают более шести тысяч человек. Поэтому вся работа в публичном пространстве, она имеет огромное значение на развитие наших университетов. Спасибо. Огромное вам спасибо, Елена Сергеевна. Огромное спасибо за представленные данные. Я думаю, что сейчас мы будем получать вопросы в этой связи. И помимо тех кейсов, которые сейчас были представлены в докладе, с нами сегодня, по сути дела, тройка лидеров того замера, который мы видим за октябрь 2021 года. И достаточно много сейчас акцент делался на развитии как раз социальных сетей. В этой связи я хотела бы, во-первых, поздравить с тем, что впервые Реуми Неплеханова занял первую позицию, и предоставить возможность и слово как раз прокомментировать и показать свой кейс как раз Юлия Антонцева, руководителя управления по связи с общественностью этого университета. Пожалуйста, презентацию. Добрый день еще раз, коллеги. Да, действительно, для нас это, конечно, большое достижение. Так получилось, что мое назначение в Реуми Неплеханова состоялось всего два месяца назад, день в день, поэтому сегодня у меня прям, знаете, такой маленький микроюбилей, и вот такое событие. Конечно, Реуми Неплеханова традиционно представлена в средствах массовой информации достаточно широко, и увидев этот показатель, он был сразу выше 70, я поняла, что моя задача его удержать и, может быть, немножко подрасти, но самое главное, чтобы он оставался стабильным. Индекс-сайт тоже у нас достаточно уверенный, а вот именно соушал-индекс, над ним пришлось поработать. И спасибо огромное, Елена Сергеевна, это, по-моему, был гениальный шаг, сделать такой рейтинг, потому что он не только заставил медиа-офисы сфокусироваться на работе в социальных сетях, теперь еще эта работа имеет количественный показатель. Много работаем в социальных сетях, это сложно объяснить, что это такое, а вот мы поднялись в соушал-индекс по М-рейту на 7 позиций, уже понятно, о чем идет речь. Соответственно, именно так произошло с Рэвой Неплехановой. Я сделала небольшую выборку. В сентябре я застала только 15 дней работы, но сразу по тому, как было, по предыдущим показателям, вот если вы увидите, сразу видно, где у нас достаточно проблемные зоны, я увидела, что общий соушал-индекс 17,9, ребятам поставила задачу, давайте 25, но вот теперь уже должна поздравить коллег из УРФУ, я понимаю, что если за октябрь я поставила вопросик, у нас 26, то означает, что мы подросли, но не так круто, как коллеги из Уральского федерального. Я должна услышать какие-то секретики, видимо, что еще я должна сделать, чтобы уже точно закрепиться на этой позиции. У нас команда молодая, мы на этом сфокусировались, социальные сети требуют огромного количества энергии для работы в них. И что хотелось бы отметить, что, например, на Западе блогер Oxford имеет миллион подписчиков, блогер Harvard имеет 1,9 миллиона подписчиков. Мы пока еще не достигли даже первого университетского блогера в 100 тысяч. И я думаю, что именно рейтинг и вот эта фокусировка ваша, она не только нас подтолкнула к этому сейчас. Я бы хотела принять участие в гонке за первый университетский аккаунт 100 тысячник. Конкретно у нас пока 11,7, мы попадаем, получается, в категорию микроблогеров. Это тоже удивительно, потому что вуз первой пятерки, по сути, в социальных сетях микроблогер. Видите, какое несоответствие. Что мы сделали? Мы, конечно, сфокусировались на Инстаграме, наше аккаунт Reolife. Мы завели туда видеоконтент. Вы совершенно правы, что с видео работать сложно, сложно, трудоемко, нужно учитывать тренды, нужно пытаться их адаптировать именно к своей аудитории. То есть не забывать, что мы именно университет. Мы не можем просто взять и развлекать людей. Поэтому мы выбрали для себя такую стратегию. Мы делаем два либо три трендовых видеоконтента. Причем на нашу тему, условно говоря, если девочка у нас шукик-челлендж делает, то она олицетворяет переодеваниями своими университетские события. Если она идет на Плеханов Оскар, то она тоже не просто переодевается, потому что это модно, а потому что она показывает какое-то университетское событие, к которому она готовится. И вокруг таких трендовых видео, которых мы решили, что должно быть не больше двух или трех в месяц, мы решили построить, условно говоря, робототехника, data science, тоже с детализацией. То есть если это ученый, то ученый, который погружен в свою работу, он рассматривает свои пленочки, он делает так называемый вдохновляющий видеоконтент, который вокруг трендового его обрамляет. Аудитория, Инстаграм откликнулся самым-самым первым у нас. У нас от студентов начали поступать вопросы, у вас там что, новый сотрудник? Мы смеялись. Я говорю, ну, можно и так сказать. В общем-то, они среагировали сразу на некую актуальность, на некую живость, и начали задавать вопросы, начали комментировать этот контент, начали спрашивать, можно ли поучаствовать в нашем видеопродукте, потому что для них попадание в официальный аккаунт университета стало неким достижением, показателем, им стало здорово в этом участвовать. И таким образом люди, которые уже принимали участие в наших съемках, стали самой первой лояльной аудиторией, которая быстрее всех реагировала на видео. Только мы публикуем, они сразу, здорово, классно, можно ли принять следующим, и так далее. То есть какая-то реакция стала поступать. Как только мы увидели, что Инстаграм дает вот такую быструю обратную связь, мы поняли, что это поставщик аудитории в Телеграм. В Телеграм, самый простой анализ Телеграма показывал, что у нас не было студенческой аудитории в Телеграме, совсем. Почему-то они, то есть это, видимо, не их история, не их сети в этот момент. И как только мы стали публиковать некий уникальный контент в Телеграме и делать ссылку в Инстаграм в сториз, появилась конверсия. Дети стали переходить и подписываться. Это сразу же дало нам рост в Телеграме. И мы завели туда немножко цитат, немного видео. И, в общем-то, работа именно над неким уникальным контентом в Телеграме нам тоже дала достаточно серьезный прирост. Причем этот уникальный контент не должен быть каждой новостью. Это там каждая десятая или каждая двадцатая новость. Ютуб. Еще раз соглашусь с Еленой Сергеевной, что да, Ютуб – это, наверное, самая сложная площадка, потому что она требует не просто видео, она требует и попадания в нерв аудитории, и режиссуры, и звезд требует. Сделать успешный формат в Ютубе крайне-крайне тяжело, особенно продакшенами вузов. Поэтому мы сосредоточились не на количественном показателе конкретного видео, то есть мы не будем убиваться и пытаться сделать, чтобы конкретно одно видео набрало 20 тысяч просмотров. Мы сосредоточились на регулярности, посмотрели, сколько мы контента всего производим и решили двигаться так, чтобы наша сетка не была рваной. То есть мы сосредоточились и начали публиковать стабильно. И самое главное, что у нас было одностороннее движение с нашими внутренними заказчиками. Кафедры, преподаватели, филиалы озвучивали просьбу разместить в социальных сетях, и никто никогда не смотрел, как это на них влияет, во всех ли нужно в социальных сетях размещаться, какая-то обратная... То есть односторонний канал, разместите. Мы попытались выстроить двусторонние движения, дав некие возвратные обязательства коллегам по каждой из площадок. Когда мы поближе стали смотреть, оказалось, что, допустим, не всем нужно в Инстаграме именно пост в ленту. Многим достаточно сториз. Не всем, допустим... Когда мы попросили участников самих видео лайкать, комментировать и в своих сетях, то есть в своем круге, условно говоря, условные участники конференции, самостоятельно поддерживают собственный же пост и отправляют своему же близкому кругу тот пост, который, собственно, про них вышел. И вот именно это тоже дало большую реакцию. Например, транспортники, да, вот они собрались, у них классная отчетная конференция, но она интересна вот только им одним. И, собственно, они же становятся самыми первыми лайкателями, комментаторами и так далее. Но они об этом не знали, что вот такой запрос существует. И наладив двусторонние движения, у нас вот получилось спрогрессировать. Facebook как раз, кстати, площадка, которая максимально любит отчетную повестку. Вот когда есть какие-то отчетные вещи, запрос на которые в университетах очень высок, то не нужно пытаться это разместить везде. Facebook — это ровно площадка для такого контента, где люди сами самостоятельно на личных страничках делятся этой. То есть они видят и сразу себе репостят. Их даже просить об этом не нужно. Вконтакте, да, действительно самая отзывчивая на эмоциональный контент площадка. Дети проводят, студенты проводят очень много времени в этой социальной сети. Они там учатся, работают, работу ищут, музыку слушают, все делают, часть пар слушают и так далее. Соответственно, то, что попадает, отражает их жизнь, им тоже очень как бы откликается. Я бы хотела сказать, что вот этот шаг, который министерство сделало, создав такой рейтинг, действительно заставило все медиа-офисы по всей стране сфокусироваться на задаче, понять, что аудитория, с которой нам нужно работать, это действительно не просто слова, а у этого есть определенные шаги. И вот я думаю, что если бы следующий шаг, вот если с вашего позволения, Елена Сергеевна, попробую предложить министерству, мне кажется, что если министерство попробует сфокусироваться на самой главной болевой точке этих продакшенов, это техническое обеспечение, то мы действительно сделаем еще более серьезный шаг к взращиванию действительно серьезных соушиал-медиа игроков, которые, допустим, это был бы министерский грант или конкурс, в котором именно пресс-службы университетов могут поучаствовать, чтобы потратить его на техническое преобразование, сняв тем самым барьеры по продакшену. Министерство в любом случае выиграет от этого, потому что мы, как вузы, поставщики контента, в том числе вашим социальным сетям, и как нашим практически, да, так же. Соответственно, мне кажется, это могло бы просто сделать серьезный рывок, и действительно мы тогда начнем гонку за вот этот первый аккаунт «Стутысячник» в Инстаграме или на других площадках. Вот, все, спасибо вам большое, да. Юля, огромное вам спасибо, огромное спасибо за предложение, за такой интересный кейс в движении, потому что мы очень много говорим сегодня о развитии социальных сетей, очень такая важная, ну вот такая тонкая грань, где происходит действительно, с одной стороны появляется контент, ориентированный на каждого потребителя, с другой стороны это вопросы, связанные как раз и с образованием, и с современной наукой, и с государственной политикой. И, конечно, умение разговаривать и слышать друг друга, это вот такая очень такая обратная связь, это аспекты очень важные. Поэтому спасибо вам за ту работу, которую, в общем-то, сейчас университет проводит. Но помимо, собственно, социальных медиа, безусловно, существует, Илья Сергеевна сегодня в рамках исследования как раз показала всю многообразность палитры работы сегодня университетов в этом направлении. Кстати, нужно отметить, что действительно российские университеты сегодня являются, по сути дела, лидером медиаповестки в области науки и образования. И это такая большая, системная, комплексная, на самом деле, подача, которая формирует весь контекст. И я хотела бы сейчас передать микрофон про ректору по информационной политике Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина Алексея Фаустова. Пожалуйста, презентацию. Университет не просто в рамках исследования занимает вторую позицию. Мы можем говорить о том, что он уверен. Вы знаете, я занимаюсь рейтингами, наверное, уже очень давно. Но я точно знаю, что в группе лидеров сказать до конца, кто первый, кто второй, кто третий, это всегда очень сложно. Это такой вопрос почти математической погрешности. Все, кто находится, по сути дела, в первой десятке, в первой двадцатке, это, безусловно, все лидеры. Это все первые, каждый в каких-то отдельных аспектах. Так вот, мы говорим сейчас о кейсе университета, который видит эту историю абсолютно системно и комплексно, как раз в рамках тех заданных трендах, которые легли в основу как раз исследования, которые представляет министерство. Пожалуйста, Алексей. Спасибо большое, Наталья. С огромной радостью поздравляю всех коллег. У нас, видите, теперь каждый месяц есть возможность радоваться и смотреть там, где мы не нарабатываем. Но мне кажется, это воистину история про то, как говорил один персонаж, для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать быстрее. И если рассуждать на тему фокусировки, то здесь достаточно сложно, потому что сегодня все так динамично меняется. Ты вроде бы сосредоточишься на одном инструменте, на одном ресурсе смотришь, а целевым аудиториям уже интересны другие истории, другие инструменты и площадки. Как мы работаем, несколько слов об этом. Это история про то, что ресурса всегда не хватает. Я бы даже сказал, его много не бывает. Поэтому обратите внимание, мы вовлекаем здесь целевые аудитории, которые могут разговаривать, ну, в первую очередь, конечно, и со студентами, и с абитуриентами на одном языке. Я чуть позже скажу о том, как работает студенческий медиа-центр. В этом году мы себе поставили задачу, что в 2021 году мы создадим школьный медиа-центр, активно вовлекаем тех школьников, которые, ну, уже, мы понимаем, они без пяти минут студенты Уральского федерального университета, им еще работать интересно с медиа, поэтому чуть подробнее об этом позже. Что касается работы со средствами массовой информации, то, конечно, с одной стороны, мы здесь как зеркало отражаем повестку, с другой стороны, правильно вынуждены занимать проактивную позицию, генеря информационные поводы. Но вот здесь на слайде представлен как раз пример такой правильной работы с учредителем, с регионом и партнерами. В конце октября мы открыли второй в России карбоновый полигон в Кауровской обсерватории. И предварительная подготовка этого повода, и, соответственно, работа в моменте дает тот результат, который вы видите на экране. Это вот как раз то, что называется синергией, объединением, правильным объединением ресурсов. Конечно, пользуясь случаем, огромное спасибо РИА Новости, как одному из ключевых игроков на федеральном медиарынке. И, конечно, научные коммуникации, как один из трендов, который мы активно развиваем. В этом году как раз мы институциализировали и создали отдел научных коммуникаций, потому что я всё время цитирую здесь директора медиа-центра Дмитрия Бенеманского. Он однажды сказал на старте этого процесса «Наука нас спасёт». Мне кажется, вот эта фраза, она очень многомерная, что называется, первые эффекты, они заметны. И это очень большой плюс в плане вовлечения учёных, как тех, кто генерит, собственно, эту повестку. И часто, конечно, с ними приходится непросто. Но мы видим внутри университета, что всё больше и больше они обращают на это внимание. И понимают свои плюсы, в том числе, от такого продвижения. Что касается социальных сетей, то здесь тоже мы делаем очень много экспериментов. И, наверное, один из самых ярких – это Телеграм, потому что там, именно в этой социальной сети у нас, пожалуй, самый заметный рост и по подписчикам, и по охватам. Но это, наверное, сродни… Вот Наталья поймёт, есть такое понятие тех, кто работает в информационных агентствах, на лентах – молнить такой вот сленг профессиональный. И, на наш взгляд, это сегодня как раз тот канал, который позволяет очень быстро, буквально в секунды, в минуты донести необходимую информацию до студентов. И даже когда уже выходят официальные документы в университете, мы понимаем, что они уже не настолько востребованы, сколько первые именно минуты, когда нам необходимо сообщить какую-то информацию. Да, очень жаль, что не всегда это возможно, потому что требуется верификация этой информации. Мы, конечно, вынуждены здесь относиться очень ответственно к этому, но тем не менее. А вот студенты для студентов. В своё время мы очень долго думали и переживали, а надо ли отдавать логины и пароли от наших пабликов студентам, потому что мы понимаем, какой здесь может быть риск. Но, тем не менее, мы пошли на этот шаг и создали студенческий медиа-центр. Сразу несколько официальных пабликов ведут студенты, которые работают в студенческом медиа-центре. Но один из главных аргументов заключался в том, что нам важно было, что с нашими целевыми аудиториями разговаривали как раз представители таких же целевых аудиторий. Поэтому святая обязанность любого университета – это приём и, соответственно, абитуриенты. Но и мы понимаем, что поскольку в Уральском федеральном 36 тысяч студентов – это огромная армия, конечно, мы видим, что целевые аудитории в коммуникации, конечно, заметно больше доверяют, когда с ними разговаривают студенты или вчерашние абитуриенты, например. Здесь, кстати, у нас тоже есть во многом уникальный проект нашей команде, который называется «Команда продвижения». Это те ребята, студенты, вчерашние абитуриенты, которые собираются сейчас, конечно, с этим сложно, но, тем не менее, они с удовольствием выезжают в свои города, где в школах рассказывают о том, что такое Уральский федеральный университет и почему важно в него поступать. Что касается порталов, это где один из самых высоких показателей, то, конечно, да, расписание занятий, функциональная такая история, да, и мы понимаем, почему здесь именно такой отрыв, но, тем не менее, обратите внимание, как раз то, о чем я говорил, подтверждается на портале. Конечно, абитуриенты идут и находят нужную информацию. И вот это как раз еще один эксперимент, и наша гипотеза сработала в этом году. Мы начали такой очень долгий, но важный процесс перевода, давайте так совсем технично скажу, той информации, которые у нас часто публикуются в PDF-ках или на страницах образовательных программ в таком буклетном стиле. Мы начали это переводить на простой язык и создали специальные страницы, где абитуриенты могут почитать с гораздо большим интересом про образовательные программы и направления подготовки, которые они выбирают. Сейчас мы эту работу усиливаем, тем более, если учесть, что этот сезон, ну, как мы говорим у себя в команде, 2021-2022 учебный год, мы назвали для себя годом магистратуры. И вот сейчас сосредоточиваем свои усилия на том, как повысить там цифры поступающих и, как говорят еще наши функционеры, повысить качество абитуриентов. Здесь же публикуются специальные проекты, в основном они связаны с научными коммуникациями. И чем ближе, как мы говорим, к народу этот контент, который способен вместе с нами генерить ученые, тем больше их показателей мы, естественно, добиваемся. Ну и если коротко, вот о чем Юля говорила, а в чем же могут быть секретики? Мне кажется, что здесь, коллеги, никаких секретов нет. Это вопрос, наверное, распределения все-таки ресурсов и как раз той самой фокусировки. Хотя, опять же, сложно выделить, а что вот сегодня там, да, откровение, это в том числе по одноклассникам, например, интересные цифры. Но, тем не менее, работа с повесткой, генерирование качественных поводов, оперативность в том числе, это никто не отменял сегодня, опять в такое время мы живем. Ну и если говорить про сайт, конечно, это удобство для поиска в первую очередь. Ну и если говорить про зоны развития, два момента. Первое, это если про поводы, то вот буквально уже сегодня у нас в Антарктиде группа ученых, метеоритная экспедиция, где представители сразу нескольких вузов страны. И в повестке мы видим, вот идет пресс-конференция, в мониторинг падают публикации о том, что ученые начали работу, и мы уже готовим и пресс-конференцию, и пресс-тур, и, в общем, встречать их уже с нетерпением ждем. А что касается инструментов, то еще один вызов для нас – это развитие Ютьюба. Университетское телевидение сейчас этим озадачено, потому что мы понимаем, что мы живем в век видео, в век визуала. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, Алексей, спасибо за вот такой большой комплексный системный взгляд как раз на эти моменты. И, как отметил сейчас Алексей, вопрос оперативности подачи, вопрос вот этих «молнить», да, как мы сейчас использовали этот термин, он является очень важным, особенно когда университет оказывается в разных ситуациях, в том числе в ситуациях непреднамеренного кризиса. Я хотела бы сейчас передать микрофон начальнику управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета, Ксении Пунин. Ксения, огромное вам спасибо, что, во-первых, вы смогли к нам сегодня приехать. И мы искренне все сочувствуем, переживаем до сих пор ту огромную трагедию, которая произошла, и мы понимаем, что это никак не связано, собственно говоря, с университетом, но команда университета и пресс-службы сделала все для того, чтобы поддержать, помочь информационно обеспечить как раз вот всех, оказавшихся в этой непростой ситуации. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Действительно, для нас это очень ценно. Слова поддержки, которые мы получаем вот уже третий месяц. Действительно, для нас, для пиарщиков всегда такой вызов, а как показывать эффективность нашей работы. И одно дело, когда ты работаешь в бизнесе, это можно конвертировать в стоимость акций, но намного сложнее, когда ты работаешь в сфере высшего образования. Учитывая, что, наверное, нашей целевой аудиторией является тот восьмиклассник, который когда-то в нас влюбился, да, и как мы его посчитаем, да, через сколько лет он к нам пришел. И когда появился этот рейтинг, он действительно для нас очень важный, и мы с самого первого месяца, с самого первого рейтинга вошли в топ-20, и для нас это было большим престижем. Но вот в сентябре 2021 года Пермский университет возглавил рейтинг медиа-активности. И среди разных представителей нашего пиар-сообщества по этому поводу возникли такие серьезные дискуссии, вплоть до самых-самых негативных. И, если честно, для нас, для команды Пермского университета, для меня, как для пиарщика, такая позиция в рейтинге, она навсегда останется самым-самым сложным кейсом в моей профессиональной жизни. И очень важно, когда сейчас мы анализируем, очень важно, конечно, это понимание, что слаженная работа пресс-службы, слаженная работа всей нашей команды и мгновенное включение, поскольку мы на самом деле были очевидцами и практически участниками всех этих событий, и нам с одной стороны повезло, то есть почти вся команда пресс-служба, мы оказались в одном месте в одно время, и мы смогли очень оперативно организовать тот самый ситуативный пресс-центр, с которым мы начали работать. И вот в первые часы и в первые дни до конца сентября мы наращивали медийную активность, безусловно. И поэтому, конечно, попадание в рейтинг вполне понятная ситуация. Понятно, что социальные сети – это, конечно, самый главный источник информации. И вы видите, да, значит, наш самый первый пост «Разворачивайтесь», который, просмотрев в двух разных социальных сетях, более 250 тысяч человек, он, конечно, дал старт всей нашей работе. И наша стратегия заключалась в том, чтобы постоянно информировать сообщество, университетское сообщество, горожан, всех, кто интересуется этой темой, и взять ситуацию информационно под контроль, то есть управлять повесткой. И за счет наших действий нам удалось переключить внимание от фигуры стрелка к героическим историям, к каким-то очень правильным и таким человеческим историям наших сотрудников, наших студентов. И еще отдельно хочется отметить – это, безусловно, профессиональную работу наших коллег из Центра управления регионом Пермского края. Да, они моментально создали группу в Телеграм, и нас подключили и помогали нам вести эту работу, управлять повесткой, противостоять фейкам и так далее, и так далее. То есть здесь действительно такая помощь очень серьезная. Что мы, собственно, делали? Ежечасное обновление информации, траурное оформление – это такой важный оказался визуальный момент. Мы в социальных сетях и на сайте изменили оформление всех наших аккаунтов в черно-белые тона. И этому последовали и наши коллеги, представители органов власти, другие вузы, вузы не только региона, но и страны, наши выпускники, наши студенты, сотрудники. И за что им тоже отдельная благодарность, потому что это такой очень важный оказался объединяющий момент. Еще мы создали хэштег «Мы – Пермский университет», и благодаря этому хэштегу такой флешмоб слов любви, поддержки и такое переключение внимания, что Пермский университет – это про любовь. Тема постов, которые мы выдавали. То есть понятно, что мы не могли ничего комментировать, все, что связано с преступлением. Мы комментировали и мы выдавали максимально большой объем информации, связанной именно с университетской жизнью, с работой разных сервисов, как будут учиться студенты или не будут учиться студенты, разные траурные посты, карточки, как помочь, помочь себе. И как выясняется, очень большой отклик – это работа психологов. И до сих пор, вот спустя уже два месяца, мы получаем обращение именно по работе психологов и, возможно, по каким-то отдельным направлениям, например, день ментального здоровья. Как оказалось, наши студенты – одна из таких наиболее уязвимых групп. И что еще мы сделали? Мы отключили все комментарии в социальных сетях. У нас до 8 ноября были отключены комментарии в социальных сетях. И чтобы избежать, во-первых, распространения фейковой информации о том, что произошло. Во-вторых, избежать травли студентов и сотрудников Пермского университета. Потому что мы знаем, что не только лайки в социальных сетях люди используют, но еще и место для выплеска своих эмоций. И вот просто контент-план первой недели после 20 сентября наших тем. То есть у нас, понятно, каждую неделю мы пополняли этот контент-план. Ну и, соответственно, рост статистика группы. Именно сентябрь мы видим очень серьезный запрос именно к нашим социальным сетям. То есть ровно то, что мы выдавали, это оказывалось просмотров 30 тысяч, 60 тысяч, 150 тысяч просмотров, фотографий и лайки, десятками тысяч лайков мы видели. И было понятно, в личные сообщения нам писали с какими-то запросами, на которые мы реагировали. Например, ребята оставили куртки при эвакуации, что делать? Или, например, нужно уехать, а паспорт на прописке, что с этим делать? Да, и мы точно так же шли за аудиторией и делали максимально подробную для них информацию. Ну и, соответственно, конечно, социальная сеть ВКонтакте для нас приоритетная. Мы именно там выдавали самое большое количество информации и количество постов. В Инстаграм мы размещали преимущественно сториз. И отдельно нужно сказать, что мы с первого же дня начали работать максимально плотно с англоязычным Facebook и с англоязычным сайтом, потому что у нас довольно много иностранных студентов. И тоже нужна была информация о том для родителей, для наших партнеров, которые прислали нам из разных концов мира слова заболезнования, слова поддержки. И мы их размещали, конечно, на англоязычных наших ресурсах. Ну и вообще отдельно, как проявили себя героические студенты именно иностранцы, да, и какой большой отклик среди пермяков и среди россиян получили эти истории, здесь тоже надо обязательно отметить. Поэтому и по сайту мы работали таким образом, то есть мы обновляли информационную ленту, ленту новостей, и таким образом размещали информацию, чтобы максимально была видна и не нужно было открывать и проваливаться, смотреть все остальные ресурсы. И вот виден всплеск, да, конечно, мы обычно у нас такая гора во время приемной кампании, да, вот рост обращений к сайту. Здесь вот эта статистика, понятно, что никогда больше мы не будем себя сравнивать с 2021 годом, да, но вот именно как нам сложно сравнивать себя с годом столетия, например, да, так вот и здесь вот такие вот доказатели мы увидели у себя по сайту. И отдельно Пермский университет в октябре, да, на третьем месте по работе средствами массовой информации. И, конечно, очень сложно нам оказалось работать именно со СМИ, да, потому что такого количества, честно, такого количества средств массовой информации не было никогда в своей жизни, когда я вышла дать комментарии. И я думала, я профессионал, много чего в этой жизни видела, но оказалось, что нет, да, когда перед тобой выстраиваются два десятка камер и еще очень много людей с диктофонными телефонами и так далее, и так далее, да, то оказалось, что к этому никто из нас не готов. И здесь фотография как раз после меня, разговаривали с нашим ректором, и надо отдать должное его выдержке, потому что это оказалось очень непростым. Следовательно, сопровождение запросов от СМИ мы готовили специально спикеров, мы делали рекомендации нашим сотрудникам, чтобы они не работали напрямую со СМИ, а работали через пресс-службу, потому что оказалось это очень серьезным испытанием для всех, потому что пресс-служба может подготовить, постоять рядом, сделать аудиозапись и помочь, чтобы в случае чего не были выдраны слова из контекста. Да, это оказалось очень важным. Ну и рост упоминаемости, упоминаний в СМИ мы тоже, собственно, по мониторингу можем увидеть колоссальные изменения. Что хочу сказать в заключении, на самом деле ни одна университетская служба не привыкла, скорее наоборот, мы привыкли работать с другим контентом, мы с удовольствием рассказываем о наших выдающихся ученых, о разработках, мы гордимся успехами наших выпускников, мы ежедневно сопровождаем информационно множество разных мероприятий образовательных, научных, творческих. Но вот в силу обстоятельств пресс-служба Пермского университета пришлось накопить вот такой опыт работы в кризисе. На самом деле этот опыт требует своего осмысления, даже со стороны коллег, и требует своего распространения, я думаю. Поэтому спасибо вам большое, что вы дали нам эту возможность сегодня это проговорить. И я думаю, что, наверное, еще будет не одна площадка, где мы сможем с коллегами профессионально поговорить на эту тему. Ксения, огромное вам спасибо. Елена Сергеевна, пожалуйста. Да, с каждым случаются ситуации тяжелые. И уже сейчас вот на таких примерах другим пресс-службам стоит задуматься об антикризисном пиаре, антикризисном менеджменте, подготовить свои команды. Такая тяжелая ситуация. Бывают ситуации, связанные с обрушениями зданий, с какими-то нестандартными, мы знаем, отравлениями и так далее. И вот грамотная работа социальных медиа на данном примере показывает, что спасает жизни людей. Важно определить ключевую сеть, ключевой источник для оперативной информации ваших студентов и ваших сотрудников. И приучать в ежедневном режиме, что именно в этом канале появляется самая оперативная информация и самая достоверная. очень важно иметь официальные, зарегистрированные свои средства коммуникации. Спасибо команде, спасибо, что 24 часа в сутки вы были на связи. Именно от пресс-службы мы узнали первую информацию о ситуации в университете. Спасибо еще раз огромное. Уважаемые коллеги, я еще раз хотела обратить ваше внимание, что вот такой антикризисный кейс, он очень важен. При всем при этом мы видим, что исследование, которое реализует Министерство науки и высшего образования, является многогранным, системным. Мы еще раз возвращаемся к нему. И вот мы получаем просто сейчас вопросы уже в прямом эфире. Всех беспокоит, безусловно, как что считается, как формируются те или иные цифры, какие методики. Я хотела, как бы вот, безусловно, вопрос про методику мы зададим чуть позднее, потому что коллеги спрашивают, где посмотреть, как погрузиться, вот социальные сети считают всей или только группой. Ну, такие технические детали. Но я хотела бы обратить внимание всех наших сегодняшних участников, что на самом деле мы, и мы, и мы имеем в виду, как медиагруппа МЕРОСИ сегодня, и как специалисты, которые здесь работают с образованием и системой высшего образования, видим за этим исследованием, наверное, больше, чем те или иные цифры, а в первую очередь, смыслы. Смыслы и то большое содержание, которое несется той вот этой рамкой, которая сейчас начинает формироваться, начиная от подведомственных организаций, затем вот Елена Сергеевна говорила о том, что появится уже по различным ведомствам и направлениям единая рамка. Это позволит, безусловно, нам всем понимать единую систему координат, я имею в виду с университетами, и двигаться в этом ключе, в том числе и средства массовой информации. И в рамках своего небольшого выступления, вы видите, пожалуйста, мою презентацию, я хотела сделать акцент на том тесте, о котором говорил Алексей, который здесь был процитирован в отношении господина Бенеманского, «Наука нас спасет», потому что вопросы, которые мы также получаем, они спрашивают нас сейчас коллеги, зачем это исследование, ну вот кроме единой рамки, там определения первых, вторых, третьих, пятых и так далее. Мне кажется, что на самом деле это история про развитие наших всех с вами коммуникационных компетенций и возможностей дальнейшего движения. Это вот самое важное и самое главное. И развиваясь здесь, мне хотелось бы зафиксировать, что одним из результатов, в том числе этого исследования, является то, что уже в рамках конкурса «За верность науке» в этом году позвано 744 заявки по науке. Это выдающийся на самом деле результат этого года, и это показывает, что на самом деле сегодня российские университеты, здесь являясь лидерами, по сути прошли этап, знаете, такого первого класса, когда мы все учились, когда мы все приобретали только первый опыт и когда мы только, ну, что называется, становились на ноги. Мы уже профессионалы, мы уже делаем хороший, качественный контент, мы умеем его подавать и умеем с этим работать. И здесь мы получили новые эффекты, которым сегодня в рамках нашего обсуждения нельзя не сказать. Безусловно, это изменение ситуации ведет за собой и изменение, безусловно, тех практик, которые мы используем. Мы осенью МЕРОСЕ сегодня, 2021 года, провели исследование влияния медиаактивности в отношении науки университетов, то есть выхода научных новостей в научно-популярных изданиях на непосредственно читаемость и востребованность этих научных новостей непосредственно в научных журналах. Всегда у нас была такая гипотеза, что науч-поп читают широкие массы, и ученые к нему относятся недоверчиво. Поэтому мы делали на протяжении нескольких лет с вами акцент на публикации эксклюзивов, вот Алексей говорил об этом, в том числе на сайтах университетов, и в первую очередь именно здесь размещали свои ключевые информационные материалы. А как показывает ситуация 2021 года осени, публикация на сайте, по сути дела, университета дает временный, очень небольшой всплеск, вы видите, на этой диаграмме показано обращение к статье, к научной мы сейчас говорим, и просмотры абстрактов. То есть, что такое абстракт? Это превью, введение в научную статью, которым, собственно, открывается публикация в любом научном журнале. Так вот, если мы с вами, например, опубликовали у себя на сайте этот материал, то, соответственно, он дает прирост где-то, ну не знаю, там 0,2% плюс 9%, если мы говорим про абстракт, то есть превью. То есть это обращение очень узкой грузки по специалистам. А теперь смотрите, что происходит, если этот же материал появляется, например, в средствах массовых информации. Вот в данном случае Елена Сергеевна говорила о важности федеральной повестки и о важности федеральном участии. Так вот, если этот материал появляется как раз в средствах массовых информации федерального уровня на профильном ресурсе, где уровень доверия площадки, по сути дела, является гарантом качества и достоверности научного информационного повода, ситуация выглядит уже по-другому. Значит, соответственно, вот здесь показан кейс. Я не буду называть университеты, они присутствуют, в том числе в рейтинге Министерства науки и высшего образования. В первом случае мы с вами видим, вот научная статья выходит, затем, соответственно, в течение одного дня, только 21 сентября 2021 года, количество просмотров и абстрактов увеличивается практически на 46%. То есть мы понимаем, что со средствами массовой информации, с теми публикациями, которые дают университеты в медиа, работают очень активно и ученые. И это хорошо очень видно еще на следующем кейсе. Мы просто взяли несколько таких, скажем, почти типичных примеров. Мы посмотрели более сотни университетов со всеми научными публикациями, которые выходят, взяли наиболее яркие. Здесь видно, как в течение буквально нескольких часов научная статья становится интересной не просто очень узкой группе специалистов, а очень широкой общественности, научной общественности, вовлекаемой общественности, смежных специалистов. И тем самым уровень продуктивности ее работы, интереса и даже, собственно говоря, эффективности вложенных средств в то или иное открытие, безусловно, возрастает. Это говорит о том, что мы видим несколько новых трендов. Во-первых, безусловно, публикации на сайтах вузах важны, но, видимо, нужно пересматривать тактику и, возможно, идти от средств массовой информации уже к первичности. Вот Алексей говорил, и Юля говорил об этом, про эксклюзивность. Эксклюзивность, которая приобретает характер в паблике, очень большую роль начинает играть. Безусловно, важны публикации в тех или иных научных агрегаторах, но если мы сами специально не организуем, просто отдаем, это вот сейчас очень много, идет дискурс про иностранные влияния и так далее, то мы не знаем, кто и как будет работать с этим контентом. А здесь нужна, безусловно, целевая установка и отстаивание наших государственных интересов. И, конечно же, востребованность научной деятельности зависит в том числе и от качества площадок, где их мы позиционируем и представляем. Ну вот это несколько таких наших наблюдений. Я их оставлю здесь для того, чтобы в дальнейшем, в том числе все университеты могли, в том числе как один из дополнительных кейсов, это использовать. А сейчас, уважаемые коллеги, позвольте перейти к вопросам, которые мы сейчас получаем. И первый вопрос, Елена Сергеевна, если позволите к вам. Давайте мы презентацию уже свернем, коллеги. Методику. Вот все очень переживают по поводу методики, где можно увидеть, прочитать и ознакомиться. Мы сегодня говорили по каждому из показателей, из чего он состоит. Это основа основ. Как говорится, Грааль никто не раскрывает. Но мы каждый университет консультируем и отвечаем на вопросы, из чего складывается их конкретный балл, их индекс. Поэтому при плотном разборе ситуации каждая пресс-служба понимает те точки слабые, с которыми нужно работать. И расчет, что на что умножается, здесь уже не важен становится. Вот именно в таком режиме, чтобы сохранить независимость рейтинга, мы продолжим работать. Еще один вопрос, связанный с социальными сетями. Спрашивает Тувинский государственный университет. А будут ли учитываться не только официальные группы университетов, которые представлены и указаны на сайтах университетов, но и другие сообщества? Не так давно при Министерстве науки и высшего образования мы создали молодежный медиа-центр. На данный момент более 200 представителей входят в медиа-центр, работают на ключевых федеральных площадках. Они работали на Восточном экономическом форуме, на Питерском экономическом форуме. Сейчас предстоит большое мероприятие и торжественная церемония награждения по премии за верность науке, заключительное мероприятие года науки и технологий, Конгресс молодых ученых в Сочи. Поэтому те аккаунты, которые появляются в университетах, и университет говорит, что это наш дополнительный аккаунт, подтверждает его. Вот мы сейчас очень предметно собираем информацию, и уже со следующего года мы, скорее всего, будем встраивать в рейтинг дополнительные молодежные студенческие аккаунты. Спасибо. Еще один вопрос задает Суриковский университет. У коллег только, вот мы говорили сейчас о различных по отраслям, замерах, которые начнутся в исследованиях с нового 2022 года, они спрашивают, будет ли это сделано в отношении творческих университетов. И поскольку здесь они находятся только в старте своего движения, нужно ли создание специальной пресс-службы? Видимо, коллеги только двигаются в этом направлении. Интересный вопрос, да. Мы наблюдаем такой эффект, что многие университеты стали форматировать, свои пресс-службы, управление. И в декабре мы уже получим сводную информацию, появились ли новые пресс-службы, увеличились ли пресс-службы, как качественно они изменились. В самом начале я сказала, что с нового года мы по отраслевому принципу посмотрим. У Министерства культуры у нас 45 университетов. И, возможно, и методика будет немного другая при оценке творческих узов. Но сейчас данный рейтинг в разработке, поговорим об этом позже. Спасибо огромное. И есть еще один вопрос, спрашивают нас журналисты. Мы говорили о правительственных университетах. Означает ли это, что в исследовании в ближайшем будущем войдут МГУ, СПБГУ, Высшие школы экономики? Да, с 1 января мы планируем смотреть правительственные вузы по их запросу. Но мы понимаем, что правительственные вузы по всех рейтингах всегда занимают верхние строчки. А так как вузы подведомственные и Миноборнауки будут учитываться в критериях эффективности ректоров, правительственные вузы мы выделим в отдельную категорию и смешивать не будем с общим рейтингом. То есть они будут смотреть себя по отношению к этой группе? Да. Очень, мне кажется, интересный подход. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Может быть, кто-то в зале хотел бы уточнения какие-то сделать? Я хотела, кстати, обратить внимание на то, что действительно рейтинг министерства, он очень живой и по нему видно, что прикладывая усилия, в том числе сверх- или гиперусилия, ты видишь сразу движение в нем. То есть он такой очень откликающийся. И у меня вот, Наталья, на самом деле к вам вопрос. Ваше мнение про рейтинг какое? Считаете ли вы, что он правильно отражает распределение вузов в стране? Как вы, как профессионал, смотрите на него? Илья, спасибо. Мне казалось, что я в какой-то части своего выступления отдала на этот ответ. Я сказала, что, безусловно, мы поддерживаем это исследование, мы считаем, что очень важно, я говорю, здесь мы, как представители медиахолдинга, безусловно, создание подобного рода независимых, единых замеров. Это очень важно, потому что было очень много сделано разными службами, разными структурами за последние годы. Также мы наблюдаем, продолжаем, мы говорили об этом, исследования, которые делает МИА России сегодня. Единственное, что мы сразу обратили внимание, что, по сути дела, здесь очень близкие коррелирующие результаты, поэтому, наверное, будет не совсем корректно относиться, говорить, что это правильное исследование, это неправильное исследование. Ведь у каждого действительно есть свои подходы, определенные сюжеты, свои методики. Но исследования, которые мы сегодня обсуждаем, исследования, которые делают МИА России сегодня, результаты, безусловно, коррелируют. Мы видим. Но почему они коррелируют? Потому что мы все работаем на источниках открытых, внешних, независимых, объективных, то, о чем говорила Елена Сергеевна, в части как раз получения первичной информации. Поскольку все эти открытые источники, звучал сегодня вопрос о методике, неоднократно, который мы получаем. Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас обращаюсь к университетам, что на самом деле вся информация, которая используется Министерством науки и высшего образования, является открытой, доступной, объективной, и вы можете в любой момент, соответственно, обратиться к ней на основе этих источников. Они все изложены, посмотреть себя, и выстроить тот самый полусобственного движения, о котором говорили сегодня все спикеры. Строя собственную тактику, формируя собственное, безусловно, медиалицо, но в этих единых рамках. Я бы говорила даже не об оценке, а, наверное, исследовании и мониторинге. Мне кажется, это очень-очень важно. Поэтому, Юля, спасибо вам за вопрос. Я повторяю, что для нас создание такой единой рамки является важным, значимым, и с точки зрения реализации государственных приоритетов, но, наверное, на самом деле, ключевым. Уважаемые коллеги, огромное спасибо всем за вопросы. Мы искренне рады, что сегодня в столь высоком профессиональном кругу мы обсуждали как раз развитие вопросов медиа, политик, университетов. Нам искренне приятно, что сегодня со всей страны университеты, лидеры, в том числе этого исследования, приехали к нам на площадку. Мы будем рады получить от вас вопросы, если они будут дополнительные, и направить их в Министерство науки и высшего образования, на которое уже непосредственно профильный департамент даст ей необходимые ответы. Еще раз огромное всем спасибо. Я напомню, что полное видео данного разговора вы можете увидеть на сайте РА Новости уже через час в профильном тематическом блоке навигатора абитуриента, где полностью вся информация будет представлена. Еще раз огромное всем спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова